Всем здрасьте, с вами Расти. Вот и настало время вайпа. Сейчас 27 мая, и поэтому фраза вайп завтра из мема превратилась в реальность. На стриме вы часто спрашиваете меня, Расти, а что нам делать после вайпа, как зарабатывать деньги и где лутаться? В этом видео я отвечу на эти вопросы. Вот 5 советов для новичка в игре после вайпа. Сразу скажу, что я среднестатистический игрок в EFT и не претендую на роль эксперта. Надеюсь, видео будет вам полезно. Поехали. Первый совет. Звучать развязку. Эта карта содержит самое большое количество мест спауна предметов, необходимых для убежища и продажи на барахолке. Вам необходимы следующие магазины. Олли. Тут больше всего полезного лута. Например, шланги, двигатели, гвозди, бензин, фильтры для воды и газоны, так необходимые по квестам. Далее, магазины техно. Технолайт на втором этаже. Расмуссон и Герман. Это магазины электроники. В них вы сможете найти видеокарты, тетрасы, провода и лампочки. Все эти предметы всегда будут в цене, так как они необходимы для создания вашего убежища, крафта всевозможных предметов и для обмена у торговцев. Именно по этой причине я считаю очень важным лутать развязку. Не забывайте, что все предметы необходимые для крафта и убежища также будут стоить очень дорого на барахолке. На этом можно заработать. Совсем недавно в игру добавили нового торговца – егеря. Вместе с ним практически на любой карте есть схроны егеря. На ютубе полно гайдов, где вам рассказывают и показывают местохождение данных схронов на локациях. Обязательно ознакомьтесь и запомните эти места. Также есть сайт Tarkov Map, где эти схроны обозначены. В этих схронах вы можете найти как хлам, так и целый лот, патроны и оружие. Следующий совет. Игра за дикого. Не забывайте, что вам, помимо ЧВК, доступны рейды за дикого. Советую вам почаще использовать его. Дики снаряжают ЧВК в начале вайпа. Используйте дикого по кд и бегайте им на развязку или резерв. В описании будет ссылка на видео, как вот эту развязку за дикого. Там я показываю место спауна необходимых для вас предметов. Время кд и дикого возможно сократить с помощью развязцентра. Первый уровень дает минус 15 процентов от времени, третий минус 20. Итого минус 35 процентов времени ожидания. Следующий совет. Байприпасы. Запомните, в игре и бывает не оружие, а байприпас. Не экономьте на патронах. На каст стоит использовать минимум БТ, а не БП. Расти, где нам взять БТ в начале вайпа? На резерве, друзья. Эта карта очень богата на патроны. Они там валяются везде. БТ, БС в пачках по 30 или 120 патронов. СНБ. Зайдите в рейд в АФК режиме и пробежитесь по карте. Посмотрите места спауна боеприпасов. По крышам, по ящикам. Далее зайдите за ЧВК или дикого. Резерв не оставит вас без боеприпасов. Друзья, и последний совет. Как можно скорее прокачайте ваше убежище. Оно дает много полезных плюшек, таких как ящик диких, майнинг ферма, получение чистой воды, самогонный аппарат, крафт еды, сигарет Винстон, которые вам нужны будут по квесту, сахар, водка, сгущенка, буст физических, практических навыков, ваше восстановление, отдых, медицина. Также крафтится здесь, в убежище. Развитцентр, который бустит ваших диких, уменьшает комиссию на барахолке, время возврата страховки. Верстак, который помогает вам морить оружие и крафтить патроны, сидисплей, порох, гранаты, шланги, АК-74М из частей, санузел, здесь шланги, вам их нужно будет аж 26 штук, горючее, горючее пустые канистры, можно будет потом переработать кейсы для магазинов. ВДшки необходимы по квесту, фильтры, которые бустят ваши физические навыки. Отбеливатель также необходим будет вам по квесту. Все это после крафта получает галку на 1 вреде и вы сможете это выгодно продать на барахолке. Соответственно, ваше убежище это ваши деньги. Чем быстрее вы прокачаете его, тем больше вы будете зарабатывать. К примеру, максимальная прокачка майнинг фермы дает вам 3 биткоина за 15 часов. Это огромные деньги. У меня на канале есть видео про видеокарты и биткоин ферму. Обязательно посмотрите его. Также погуглите остальные видео по убежищу. Здесь очень много информации. Я не хочу воду лить, ребятки. Поэтому обязательно стоит прокачать убежище. Мужики, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика. Постарался ответить на ваш самый часто задаваемый вопрос. Расти, что нам делать после вайпа без воды. Желаю вам как можно скорее взять 40 левел на квесты. Не забывайте, обязательно делайте их, поскольку это очень хороший буст по деньгам и опыту. Желаю вам прокачать убежище как можно быстрее. Бустанетесь по деньгам через крафт. Ходите за дикого на развязку и резерв. Но я пойду тоже лутаться сегодня, выполнять квесты. Постараюсь взять за несколько дней 40 левел. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду вас на трансляциях. Всем пока.